Думаем, ни для кого не секрет, что союз учащихся педагогов гимназии номер 3 успешный и прибыльный в плане различных грамот и наград. Учреждение образования известно далеко за пределами города и области, поэтому и неудивительно, что столичные гости решили посетить его. Встреча и своеобразный мастер-класс от гимназиста прошел не просто в инновационном классе, а в настоящем стем-центре, который здесь – сердце школы. Мы старались показать работу нашего центра, достижения наших ребят. Все были, конечно, приятно удивлены, потому что стем-центр еще и года не существует, а он уже дает большие результаты. Он является действительно центром нашей гимназии, которая объединяет и учителей, и наших детей. Директор Владимир Сакович явно скромничает, когда говорит «приятно удивлены». Гости в хорошем смысле были шокированы увиденным. Ведь не каждая гимназия в стране может похвастаться сотрудничеством с Белорусским парком высоких технологий. А если быть еще более конкретными, то Бобруйское учреждение – единственное такое в стране. Система образования Бобруйска, безусловно, известна широко и в пределах самой области, и в пределах республики. Мы, как журналисты ведущего педагогического издания, неоднократно писали, сообщали о победах учащихся и достижениях педагогов. Важной частью встречи стала презентация проектов «Автоматический звонок», «Дом-школа-дом», «Опен», «Стритмап» и других. Обсудили участники и 3D-моделирование, и робототехнику. Понравилось больше всего, что такие ребята, если мы начнем вспоминать свой возраст, то нам это, как говорится, и не снилось. Я очень горда за нашу молодежь, потому что я так понимаю, что у нас есть образование сильное, следовательно, у нашей страны есть сильное будущее. На такой мажорной ноте встреча завершилась. И по словам столичных гостей, они еще раз, но уже воочию убедились в высоком уровне и огромном потенциале бобруйской системы образования. Максим Гембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.